МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в Чебоксарах открылась традиционная выставка картофель. Новые сорта, техника для возделывания овощей, средства защиты. Все это сейчас можно увидеть на рынке Николаевский. Подробности нам готов сообщить мой коллега Дмитрий Ковалев. Он находится на прямой связи. Дима, вы нас слышите? Да, Юля, добрый день. Открытие традиционной выставки картофеля действительно состоялось. Сейчас в павильонах рынка проводят конференции и круглые столы. Тем для обсуждения более чем предостаточно, как подобрать эффективные средства защиты, на какие семена сделать ставку и продумать маркетинг своему продукту. В качестве экспертов сюда приехали представители Всероссийского научного института картофельного хозяйства имени Лорха. По традиции в Чебоксарах они презентуют селекционные новинки. С прошлого года в госреестр Российской Федерации введено несколько сортов новых, совершенно эксклюзивных, так сказать. Это сорт фиолетовый, который имеет фиолетовую как и кожуру, так и мякоть. Он отличается в повышенном содержании антиоксидантов и очень полезен. Полезен именно для детского, диетического питания. Кроме фиолетового нами разрабатывается пока в разработке гибрид с красной мякотью. Даже два гибрида. Есть гибрид салатный и гибрид эликсир. Это сорта именно с слаборозовой окраской мякоти. Одни семена картофеля выдерживают холода, другим не страшны обильные осадки, третью возможно долго хранить. За последние годы отечественные селекционеры вывели более 50 сортов. На любой вкус и кошелек. На этой выставке презентовали не только картофель, но и современную технику. Конвейеры для переработки овощей, биллиардеративные системы, селки. В Чебоксары приехали представители более 70 организаций из 15 регионов страны, а также Республики Беларусь. Но открыл вот уже седьмую по счету выставку глава Республики Михаил Игнатьев, предлагая послушать фрагмент его приветствия участникам. Отдельные страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки, предъявляют нам определенные санкции. Но санкции, с одной стороны, для отдельных отраслей создали определенную проблему, но для сельского хозяйства, для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности это дополнительные возможности по наращиванию объема производства, используя и науку, и современные технологии по повышению продуктивности с каждого гектара. И вся произведенная продукция на сегодняшний день продается по хорошим ценам. Песняки вообще надо выходить на экспорт, продавать этот картофель в Казахстан. Беларусь ему практически не сможем продать. У них намного сильнее наука, и сельхозорганизации сохранены, и страны Евросоюза. А мне остается добавить, что количество участников этой выставки увеличивается с каждым годом. Она продлится два дня. Здесь будут устраивать дегустацию блюда с картофеля и продавать качественный семенной материал. Юля. Дадим спасибо за актуальную информацию. А мы продолжаем наш выпуск. Ведущей темой для средств массовой информации по-прежнему остается прошедшее на днях в Новочебоксарске заседание Президиума Совета при Президенте страны по модернизации экономики и инновационному развитию. Провел его премьер-министр Дмитрий Медведев. Он дал старт новому производству солнечных модулей. На проектную мощность 800 тысяч солнечных модулей в год Хевель планирует выйти во втором квартале этого года. Сегодня именно он определяет главную инновационную линию местной экономики. Здесь очень существенный прогресс произошел в развитии технологического производства. Лет 10, наверное, если не больше здесь не было. Вот сегодня я чрезвычайно впечатлен, так сказать, произошедшими за это время развитием и изменениями. Ну, начиная с того, что такое предприятие, как то, где мы сегодня находимся, там в начале нулевых годов было трудно вообразить себе. И, кончая, ну, просто, так сказать, нас провезли из аэропорта на автобусе, ну, сильно изменился пейзаж. И Чуваша, ну, во-первых, это очень красивый край сельский. И, во-вторых, ну, всегда раньше, да и сейчас ассоциировалось с тракторными заводами, тяжелыми тракторами. Вот. Но теперь вот то, что мы посмотрели сегодня, где проходит совещание, это действительно очень высокие технологии солнечные. Поэтому и день такой, и технологии такие, что они ассоциируются все-таки с солнечным светом и с тем, что этот свет будет работать, давать электроэнергию. Причем это очень высокотехнологичное производство. И, как я понимаю, пленочные покрытия, которые есть сейчас, ну, они в каком-то смысле прорыв для России, потому что первый, единственный завод, но они приняты в мире. А вот следующий шаг, который предполагается здесь реализовать, связанный, как бы, с новой технологией такой гибридной, пленочной и монокристаллической, это будет уже определенный прорыв такой и технологически мировой значений. Поэтому, мне кажется, что, ну, есть чем гордиться. Устойчивая работа существующих предприятий, запуск новых производств. Это не только импульс для дальнейшего развития Чувашии, но и вклад республики в укрепление горизонтальных связей. Экономики регионов тесно связаны друг с другом, и соседи по округу по достоинству оценили наши инновации. У нас очень много населенных пунктов, где проживает Чуваша. Это очень трудолюбивые, очень такие селеустремленные люди. И я считаю, что и сама республика сегодня показывает хорошую динамику. Сегодня вот посетили современнейшие предприятия мирового уровня. Мы еще должны догонять вот эти решения, которые уже здесь реализованы. Поэтому много интересных направлений, части оптимизации, модернизации, работа с сельским населением, государственного устройства. То есть Чувашия, она имеет свои конкурентные преимущества. Поэтому здесь работают такие люди, которые очень трудолюбивые, профессионалы. И мы в таком, и на уровне руководства хороших отношений, и наши министры контактируют. Я считаю, что вот это очень хороший наш сосед. Я вижу, что идут положительные процессы, положительная динамика по абсолютному большинству направлений. И я рад за это. Рад за Михаила, рад за вас, что мы в том числе завод. Завод очень важный, хочу сказать, очень много инвестиций вложено сюда. И он реализован. Многие не верили, что этот завод в итоге будет реализован. Но он реализован, он работает сегодня. И не только этот завод, там весь ряд других направлений, где республика достаточно активно движется вперед. Модернизация – понятие всеобъемлющее. Участники заседания говорили ибо о информационных технологиях. Республика – одно из первых в России. Вплотную занялась созданием многофункциональных центров. Здесь Чувашия – одна из, я бы сказал, лидеров по стране. На сегодняшний день охват уже одним окном больше 60% составляет. При этом, если говорить о многофункциональных центрах, то практически 90% этих многофункциональных центров, если не больше, уже построены. То есть сейчас речь идет о том, что должен быть возведен еще один большой многофункциональный центр на много окон. И расширены уже действующие. И к концу этого года, как и в указе президента установлено в 601-м, Чувашии на 90% охвата населения, я уверен, выйдет. А это абсолютно другое качество предоставления государственных услуг. Я думаю, те люди, которые уже получают услуги в МФЦ, смогли это оценить. А у нас очень много регионов с хорошим опытом. Поэтому здесь трудно сказать, может или не может он быть распространен. Но то, что это один из регионов лидеров, это точно. Речь об этом шла и на коллегии Министерства информационной политики и массовых коммуникаций. Порталы должны работать. Особое внимание надо уделять их наполнению, чтобы жители могли получить максимум информации на интересующую их тему. С докладом на коллегии выступила заместитель министра Светлана Каликова. Наряду с достижениями в отрасли в последнее время обозначились серьезные проблемы, связанные с ростом цен на бумагу, полиграфические услуги на доставку печатных изданий. Все это очень осложняет работу редакции. Они ищут альтернативные пути решения этих вопросов. На 2015 год у отрасли вполне конкретные задачи. Больше надо уделять внимание детско-юношеской тематике. Особый упор важно сделать на создание учебно-художественной литературы, пособий, телевизионных и радиопрограмм. Традиционно на коллегии отметили и труд наших коллег. В их числе старший редактор национального радио, заслуженный работник культуры республики Владимир Егоров. Длина линии электропередач всего 300 метров, но строили ее целых 4 года. Кто в итоге помог завершить электрификацию? Грустная история со счастливым концом, случившаяся в одной из деревень Аликовского района в нашем следующем сюжете. Юрий Николаевич давно мечтал переехать вместе с женой в деревню и обзаветить хозяйство. Только вот осуществлению задуманного мешало отсутствие электричества на этой сельской улице. Поэтому на протяжении нескольких лет дом у них был лишь в качестве дачи. В 2010 году заработала программа по ускоренной электрификации новых улиц. И работа пошла. Довольно быстро установили столбы и натянули провода. Но ток по ним так и не пошел. На этом все работы прекратились. Раза два-три мы объявляли аукционы, но энергетические организации не принимали участие. Никто не хотел брать объекты в эксплуатацию. Так как здесь сети вокруг получается у нас Чувашинерго, и получается, чтобы обслуживать данные сети, другие организации просто не шли на обслуживание. И были ряды переговоров с Чувашинерго у нас, чтобы они взяли на себя данный объект, чтобы они их обслуживали. Но это у нас переговоры завершились безуспешно. Вот так практически готовые столбы с натянутыми проводами простояли три года. Юрий Филиппов все это время продолжал бороться за свет. Писал письма во всевозможные инстанции, но безрезультатно. Последним шагом стало обращение к главе республики. Юрий Николаевич записался на личный прием к Михаилу Игнатьеву и рассказал о проблеме. Задействованы были многие силы, структуры, и в 2014 году электроснабжение нашей улицы было закончено. После того, как нам электричество дали, мы переехали с города жить в село и завелись хозяйством. Ули поставили, имеем пчел, кролики есть, есть у нас козочки, индоутки, курицы есть, овечки. По поручению главы свет подвели в селе Устье еще к 35 домам. Марина Рябцева, Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Всю красоту местной природы можно увидеть на выставке «Ноты души», которая проходит в литературном музее. Выставка приурочена к 70-летию Маргаушского района. В августе прошлого года Союз чувашских художников организовал творческую командировку по живописным местам Маргаушского района Чувашии. Местные знатоки выбрали для ПЛНР знаковые объекты. В итоге была сформирована целая галерея живописных этюдов. Выставка стала передвижной и уже экспонировалась в галерее «Серебряный век» и в музее «Села Маргауши». Работа связана с историческими местами. Тут в Вельгинхе сам Гузовский посадил деревья. Кедры сосновые, лиственницы. Наши художники успели запечатлеть. Вот старейшина чувашских дубров тут показана. Водопад. Первый водопад у нас в Чувашии. Мы и там успели побывать. Особый природный ландшафт дает художникам немало творческих идей. Вековые дубовые рощи, знаменитые овраги, маленькие речушки – это и есть часть родной земли. Ближайшие планы, опять же, лето и опять же пленеры. И может быть не один пленер. Ну, пленеры – это приятно. Это хорошо. Это когда можно работать на природе, когда вдохновением. Художники уже выбирают новые маршруты, чтобы вновь укунуться в творчество. Новые открытия нас ждут уже этой осенью. Когда будет готова очередная экспозиция? Татьяна Леонтьева, Рассель Мухаммедов, Республика. Своё 25-летие отметила ульяновская областная газета «Канаж». Еженедельник на чувашском языке выпускается с 1989 года. Районный дом культуры села Большой Нагаткино еле вместил в себя желающих поздравить любимое издание с днём рождения. Не осталось в стороне и наша съёмочная группа. Ульяновская область и наша республика – давние и добрые соседи. Общеизвестный факт, что в дореволюционное время просветитель чувашского народа Иван Яковлев открыл здесь чувашские школы. Сегодня не каждый регион может похвалиться тем, что выпускает газету на другом языке. Что значит газета? Все говорили об этом. Поэтому это тот источник, который доводит оперативную информацию, достоверную информацию, нужную информацию для всех, кому нужна помощь. Кто добился чего-то хорошего, большого результата. Спасибо вам, дорогие ветераны журналистики. Журналисты, которые сегодня работают. Те, кто сегодня издаёт работы в средствах массовой информации. Я действительно нашему канашу желаю доброго здоровья, чтобы долго развивался. Действительно, много было юбилеев. В Ульяновской области проживают более 100 тысяч наших земляков. По численности чуваши занимают третье место. С каждым годом укрепляются экономические и гуманитарные связи. У всех ещё в памяти грандиозный праздник Акатуй, который прошёл несколько лет назад в Ульяновске в рамках Дней чувашской культуры. Жители Ульяновской области, которые носят такое гордое имя вашего народа, не только выписывали эту газету, но и всё сделали для того, чтобы мы не забывали ни традиции, ни культуру, ни родной язык, ни другие очень важные вещи, которые как раз являются духовными скрепами и скрепляют не только наши территории, допустим, с Чувашской республикой, но и наше сегодняшнее поколение, с тем поколением, которое жило когда-то. За многолетний добросовестный труд в отрасли глава Мининформполитики Чуваши Александр Иванов наградил почётными грамотами министерства, заместителя главного редактора газеты «Канаж» Анатолия Дмитриева и активного внештатного корреспондента газеты «Канаж» Александра Врашкина. Поздравить любимую газету, конечно же, пришли и её постоянные читатели. Всё там есть, даже про пожилых, советы, всё заготовить, что предпринять, какие успехи делать, всё там есть. Спасибо огромное им, здоровья им и творческих успехов хочется желать. Сегодня была очень рада, что они нам вот такой подарок дарят. С удовольствием подписалась. Если я скажу, не поверите, вчера вечером перед сном я достала старые номера газеты «Канаж», начиталась и сердце наполняло родным словом. Вот так я готовилась к встрече. Областная газета «Канаж» выходит по четвергам на чувашском языке, на восьми полосах формата А3 и освещает самые интересные события в жизни чувашской диаспоры. Иногда говорят, первый блин комом, но этот у нас как золотой подарок. Как золотое яичко мы его снесли. И что официально не было утверждено, это ничего. И мы как бы подпольно подготовили, поставили тогда, губернатором был у нас Юрий Фролович Горячев, перед фактом, что газета уже издаётся. Он нам сразу всё условия создал, квартиры выделил и базу. Так что мы ему до сих пор благодарны очень за эту поддержку. Горжусь этим, больше ничего не могу сказать. Самое главное мы понимаем в своём деле вот так. Надо чаще встречаться с людьми, больше встречаться с людьми, знать их мнения и делать газету как им надо. Чтобы больше выписать нашу газету, мы очень часто выезжаем в сёла, населённые пункты, чувашские особенно. Встречаемся с людьми в клубах, в школах, в парковых отделениях. С помощью журналистов газеты за эти годы написано и выпущено в свет более ста книг на чувашском языке. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Ещё два года будет действовать закон о материнском капитале. Нужно ли семьям торопиться с получением сертификата? И как законно получить материнский капитал? Ответы на эти вопросы смотрите в программе «По существу» сразу после информационной программы «Республика». Я с вами не прощаюсь. Увидимся через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин